Ребята, всем привет! С вами Александр. Появилась у нас эпическая, желтенькая, либо оранжевенькая башенка, где нам нужно сразиться несколько раз и первым, там, по-моему, 5 боев, и первый противник у нас 18-го уровня. Это, по-моему, кто? Кеце Куатль? Да, Кеце Куатль, 18-го левела. 2 600 жизней и 600 силы удара. Ну и плюс вот эта постоянная замена. Раздражающая, ладно. Так, что мы будем для этого делать? Давайте сначала прочитаем команду противника. Между вами и наградой, это одна преграда, птерозавры. Используйте существа с изолирующими и подавляющими способностями. Это, то есть, которые не дают подменять, чтобы не дать им провести замену и получить ее преимущество. Ну да, 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 но мы сейчас, да, 5 битв нас ждет, но мы попытаемся сделать все не так, как надо. А потому, а почему точнее, а потому, что мы сейчас создадим анкилозавра, легендарного первого гибрида среди птерозавров, ребята. Для этого используется обычный анкилозавр и птеронад... а, и аланочка, и аланочка точно. В общем-то, мы сейчас это сделаем. И попробуем с его помощью, он все-таки легендарный, поможет ли ему это преодолеть более высокого уровня... Кецекатля. Ну, хотя бы для начала. Ну, выглядит он классно, знаете. Как вы считаете, ребятка, зухариптор, ну, зухариптор тоже четкий парень, но этот парнишка тоже, как бы, скажем так, наверное, после зухариптора у меня занимают второе место среди птерозавров гибридов. Ну, прикольный такой, смотрите, да, бронированный. Лети, птичка, лети! Так, ну, давайте будем читать. Так, 2500. Это меньше, чем у 18-го Кецекатля. Сила удара тоже. Там было 600 и 2600, по-моему. Скорость 110. Но есть броня 30%. Также, что у нас есть? Удар с очищением. То есть, он доступен нам каждый раз. А, еще и снижает скорость, цели на 30%. То есть, мы всегда будем ходить первыми. Двойной урон. Щит на 2 хода 50%. Есть непобедимость на 2 хода. Если бы оно еще было с опережением, было вообще четко. Ну, и когда мы на него подменяемся, у нас непобедимость на 1 ход еще есть. Этот летающий гибрид обладает отличной защитой благодаря сочетанию ДНК Аптерозавра и Терапода. Ну, Анкилозавра, если быть точнее. Ну что, давайте попробуем подсаживаться им в башне. Но для этого нам сначала нужно изменить команду нашу. Все-таки это хорошо. Да, но вот этих вот ребят нужно удалить. Так. Я не помню, в принципе, у кого у меня сейчас там блокирующие удары есть. Я просто так возьму крепышей наших. Ну, вот так вот пойдем. Потратил кучу денег. Целую большую-большую кучу денег. Я пытаюсь еще 13 левел получить. Но еще, видите, там чуть-чуть мне не хватает. Так что, ну, в общем-то, на создание следующего нашего гибрида, я думаю, мы уже добьемся 13 левела. И будем вообще, короче, шикарно. 23 будем получать на обычных динозаврах. А это очень, короче, будет полезно, потому что нужно ловить велоцирапторов просто тысячами, чтобы качнуть раптор на 20 левел, а потом еще и эндорапторы создавать. По 700, по-моему, да? Ну, погнали. Так. Ну, давайте так попробуем. Правда, скорость не оценил, какая скорость у нашего противника. Ну, начнем, наверное, с раптора. Короче, раптором я сделаю что? Снижу скорость у него, а потом подменюсь на... Аланка... Как там тебя зовут? Аланкилозавров. Так, ну, ауч, у нас не попал тут. М-м-м... 117... Ну, ладно, давайте броника возьмем. Думаю, он будет ходить первым. Ну, кецель здоровенный просто. 114 у него скорость. Давайте делаем вот так. А тем более у нас еще получится бонус. Он взял долгую защиту. А когда мы сейчас подменимся на нашего гибрида, мы получим еще щит. Ах, какой красавчик. Мне он нравится. И он гигантский. Он просто гигантский. Он напоминает мне, знаете кого? В черепашках ниндзя были такие маленькие кусаки роботы. Так. У нас 110. То есть мы, в принципе, еще медленней. Да? Ну, ладно, тогда первый удар бьем. Чтобы скорость у нас осталась. А-а-а! Он снизил. Убрал из себя эту штуку. Еще и нам снизил скорость. Черт, поджури. Все пошло не по плану. Но ничего, ничего. У нас броня все-таки. Так, что у нас есть? Вот это непобедимость. Да, непобедимость есть. Снижение скорости. Ну, что-то как-то комбинация сейчас идет паршивая у нас. Потому что мы так еле-еле как-то побеждаем. Не хочу использовать самый сильный удар. Все-таки, наверное, на следующего противника попытаемся его донести. Да хватит там чирикать между собой. Кря-кря. Противник думает. Да, но у него подмена на полтора. Кстати, но он не попытался подмениться. Да, но ему не на кого. Так что у него только защита и очищающую даму. Но как-то уж больно он хорошо держится. Мне что-то кажется, что у нас тут что-то зависло. Вы что, прикалываетесь? Предлагаете мне ждать 190 секунд? 3 минуты? А вообще, я тут, короче, пока смотрел на них 3 минуты. Мне вообще-то он напоминает рептилоидов из острова черепа. Вот морда похожая. Тоже там они такие костяные были. Морда у них без шерсти, без кожи. И... Время закончилось. И наконец-то я походил. Ну, был явно какой-то глючок. Ну и давайте добиваем. О, ну он так... Ну, пусть добьет нас. Ё-моё. Так, ну что-то как-то вот этот первый бой не зашел. Что-то неправильная комбинация ударов. Надо по-другому использовать. Алан Келозавра, да? Надо сейчас подумать. Так, главное, чтобы опять не пришлось ждать 500 монет за каждый бой. Слышите? Я согласен. Я готов сражаться целый день. 20-ый левел. Угу. Так. Ну, давайте Шустриков возьмем. Так, ну стратегия будет такая же. Сначала пробиваем его. Снижаем урон. Хотя у него же очищение будет, наверное. А ну-ка. Так, это у нас Аланочка, да? Очищает себя и скорость цели снижает. Но он же сейчас им и воспользуется. Нет? Ну, черт. Гадин уж-то какой. Ладно. Ой, я его часом не убью. 2-300. Ну вот, очищение, да. Очень так неудобно, да, получается с ним сражаться. Ах, красавчик. Какой красавчик, ребята. Ах ты, ярость. И сразу получили ярость. Так, ну, пробили. А, он тут один был. Ладно. Нет. Надо, наверное, попробовать первым начать. А то как-то слишком быстро все закончилось. Так, косарик. Что нам, слышь, полтора дадут за следующую битву? О, тут их два. 114. 116. Мы 110. Печально, конечно. Что мы ходим позже. Ну, давайте так, пойдем. Их теперь двое. Ну, у нас есть чем водаться. Хотя, не 20-го левела. Это же, у меня таких даже нет. Ё-моё. Все, не все, на самом деле. Не так хорошо. Как могло показаться в начале. С одним-то это не беда. Так, ну ладно. Ладно, сразу пробиваем. Ну, он сейчас сразу же воспользуется чем? Нет. Очень забавно. Ладно, тогда нужно подменяться. И он подменился. Так, я использовал щит. И он использовал щит. Так, но... Вот, блин, пассивочка моя. У меня непобедимость, ребятки. У меня не просто щит. У меня непобедимость. Отлично. Мы получили 0 урона. Теперь замедляем противника. И теперь дымажим его. Так, он подменился. Естественно, получает щит. Теперь он ходит, потому что быстрее. Попробуем его замедлить. Ярость, конечно, неприятная штука. Так, следующий ход его будет, это очищение. Я тогда делаю ярость. Ну, конечно же, подмена. Подмена портит все, короче, планы. Подмена очень выгодна. То есть, ну, как бы, нет, как такого понятия, потеря хода. Так, пока у него щит есть, будем использовать обычный удар. Он опять подменился. У него опять щит. Блин, это, конечно, птерозавры уникальные твари. Так, у него еще непобедимость была. Но она была всего лишь на один ход. До свидания. Ну, медленный. Вот. Алан Келозавр медленный. Вот это его, короче, дичайший косяк против вот таких вот более мощных ребят. Так, снижение скорости. Он будет использовать очищение. А мы тогда обычным ударом его бабахнем. Первое очищение, а второе будет либо подмена, либо ярость. Подмена. Даже он не попытался, да? Зачем делать очищение, если можно сделать полтора урона и подмениться? Ну, просто подменяться не на кого. Так, ну, пробьет он сейчас, конечно, его. Давайте подменимся. Так, а нам всего лишь двоих нужно пробить. Ну, тогда все, до свидания. Хотя, сейчас бы можно было обратно подмениться. Смотрите, каким крохотным смотрится где-то зенораптор против них. Это просто жесть. Великаны какие-то, птерозавры, великаны. Ну так, сейчас уже как-то получше продержался наш гибридик. Так, 1333. Неплохо. 500, 1000, 1300. В следующий раз точно 1500 будет. Еще алланки нам насыпали эпической. Идем дальше, ребята. Дальше интереснее. Три, три, елки-палки. Так, а кто мне сквозь щит умеет пробивать? Вот, кто у нас умеет пробивать сквозь щит. Хотя, мы, в принципе, еще даже их не парализовали. Наверное, сейчас уже бы и алланку и брать особо смысла нет. Хотя, на нее подменяться не выгодно. Тогда начинаем с раптора. Начнем с раптора. Потом подменимся на нашего гибрида. Тут надо подменяться. Короче, надо подменяться, подменяться, подменяться. Ну, естественно, ярость. Блин, а я его не добиваю. Вот это вот не прикольно. Вот давайте сейчас подменимся, получим себе непобедимость. И он подменился. Моя защита, теперь его защита. Как все сложно. Так, я не могу подменяться. Так, ну давайте попробуем. Ах ты, блин, он опять щит поставил. Я его общий сейчас не пробью, да? Нет, пробил, пробил таким. Ну что. Но у нас нет удара с подменой. Короче, главное преимущество, наверное, этих птерозавров, это подмены. Так, мы его не пробили, но, по крайней мере, мы теперь ходим. Давайте непобедимость. А вообще-то лучше было его пробивать у него пока щита нет. Это редкий момент, когда нету щита у нашего врага. Но, с другой стороны, мы не получили урона. Это был первый ход. Сейчас у нас еще есть. Еще есть один. Уже нет. Щит. На один ход хотел сказать. Ладно, давайте попробуем пожить. Блин, реально, мы еще живые, мы еще демага не получили. Но сейчас уже получим, потому что... Ну вот этот удар, конечно, постоянно приходится юзать, чтобы повысить свою скорость. У него непобедимость. Отлично. А сейчас, ладно, уже давайте двойной урон. Потому что задолбали они своими подменами. Один! Ну как, так. Да, лучше бы это было ускорение своей скорости. Вот тогда бы это было бы круто. Тогда бы очищение не работало. А так получается, я их замедляю, они сразу себя очищают. Нужно здесь замедление. Ускорение себя. Так, двойной. Блин, реально, сколько раз они тут... Блин, у меня же это же непобедимость. Офигеть, один хелс, и я его не пробиваю. Из-за долбанной этой непобедимости. Даже... Нифига себе он пробил меня. Блин, один хелс. Сколько он прожил с одним хелсом? Сколько ходов прошло, конечно. Но ему фартануло крит. Я от птерозавра чуть не помню криты. Показатель крита у них... Так, ну ху-ху. Ну у этого хоть нет непобедимости. У этого обычные удары. Как ни странно, да эпический птеранодон не имеет от этих имбовых, короче, комбинаций всяких. Но есть максимальная контратака и нейтрализация. Добьет, да? Добьет, вот гаденыш. Ну ладно, максимальная контратака. Но сейчас-то он не выживет для своей контратаки. Так, а на следующий ход мы, наконец-то, какого-то птерозавра парализуем. Ну сейчас будет, наверное... А ну-ка. Какой удар стоит применять? Кецекуатль. Щит. Какого рода у тебя щит? Обычный щит. Есть, контузили. Первая контузия. Ну и до свидания. Два косаря. Вот это я понимаю. Гиганты пали. Ой, это еще не конец. Ух, да. С птерозаврами, короче, быстро не получается. Так, что теперь? Теперь их будет трое, и появился там наш гибрид. Но теперь, извините меня, конечно, я буду брать только крепких. Нанесение урона. Минус 50 скорости на три хода, но это вообще неэффективно. Снятие положительных эффектов тоже, как бы, тут нам не поможет. Ну ладно, теперь идет действительно уже игра, как говорится, основную. Ва-банк идем, ребята. Так. Появился наш медленный гибрид. Давайте посмотрим, как он будет сейчас бодаться. Но у него очищение есть. Оу, крит. Это он зря, конечно, не использовал. Так, подмена. Ну, мы, как бы, тогда будем использовать невидимость. У него все равно щит там стоит. Ну, не попал. Ох, значок уклонения поменялся, да? Ну, давай, пробей его. Да, должен пробить, по-любасу. Ах, ты ж гад. Два хода непобедимость, представляете себе? Блин. Капец-то какой. А, один ход была непобедимой. Блин. Не, надо дамажить тут по полной. Его броня его не спасет, конечно. А вот непобедимость... Один ход неуязвимый. Ёма, я самый сильный удар уже второй раз сливаю в никуда. Ну, конечно, и меня там особо не дамажит, но это же... Во-во, прилетело. Сейчас крит. Крит! У-у-у. Да. Ну, опять же, непобедимость. Притом на два хода. А, щит пропал. А почему я быстрее? Ага, и он, конечно же, меня пробил. С этими подменами они, конечно, задолбали. Чей подмена дает неуязвимость. Ай-яй-яй. Было больно. Блин, 2-0, ребята. 2-0. Ну, подменяйся по традиции. Нет, как это? Крохотный наш раптор повалил этого бронегиганта. Они, конечно, там раненые, но у меня два трупа. Вообще. Так, давайте обычный. Ну, мы сейчас можем с ними всеми разобраться. Ну, такой, короче, бой сложно описать его. Так, Птерыч. До свидания, Птерыч. Оглушение. Ослабление есть у нас? У него очищения-то нет. Ха-ха. Ну, Птерыч легкая добыча. Вот эти вот те гаденыши с автоподмена, если их вот это двое-трое, постоянная автозамена, есть еще вот эта Аланка и Аланки Лазавр, у которых еще непобедимость дается после замены. Блин. Вот Индоминусы они, конечно, знатно потроллили. О, 11 тысяч монет. Вот это я практически то, что потратил на прокачку. И далее насыпали нам генов нормально, так как и цикатли нам подсыпали. Арамбургриана и эпический Птерыч. И еще есть эпическая Аланка. Неплохо. Ты видели, какие суммы насыпают? Не по 15, а по 16. Вот так нормально. Нормально насыпали, ребятки. Надеюсь, вам понравилось. Было довольно необычно сражаться в такой башне. Но на этом все. До скорых встреч.